Дорогие друзья, я надеюсь, что меня тут без микрофона будет более-менее слышно, хотя я тут привык с микрофоном выступать. Дорогие друзья, есть очень мало мест в городе, где мне так же приятно выступать, как в парке Малиновка. К чему? Потому что три с половиной года назад, вот здесь, стоя на этой горке, я обещал, что парк Малиновка мы сохраним. Я сегодня могу сказать, что мы выполнили наше обещание. Почему мы его выполнили? Чем это доказывается? Во-первых, отменено постановление, которое разрешает строительство в парке Малиновка, постановление правительства, датированное 2011 годом. Удалось заставить городскую администрацию это сделать. Во-вторых, поддержана в том числе моя поправка о том, что на этом кусочке около существующей церкви установлено для любого нового строительства предельная высота в 5 метров. В правилах злой пользы застройки это значит, что ничего существа там появиться не может. Один единственный остался мелкий дефект градостроительной документации. Это, что называется, спасибо, не к ночи будет помянут депутат Милонов, который организовал там кусочек с деловой зоной в генплане. Но поскольку мы ограничили там 5 метрами высоту, то ничего там появиться не может. Но мы вам обещаем, что при изменениях генерального плана в следующий раз, я думаю, и Михаил Иванович, и Дмитрий, и я проголосуем так, чтобы вычеркнуть эту раковую опухоль с тела парка Малиновка в виде деловой зоны. Быть ее не должно. И вот эта борьба продолжалась 3,5 года. Я даже не могу сосчитать, сколько раз я здесь был, сколько раз я здесь выступал на митингах, встречался с вами. Кстати, очень смешно, хочу вам сказать. У меня в одной из листовок моих упрекована фотография, как я стою на этой горке в 2013 году, выступаю перед людьми, а внизу, значит, очень большое число людей меня слушает. Мои конкуренции из «Единой России» организовали на меня саможалобу. Сказали, что, знаете, вот там где-то есть несовершеннолетние. На этой фотографии нельзя разрешить там среди вас ни одного лица, ничего они там увидели ни несовершеннолетних. Я им предложил указать конкретно, где там несовершеннолетние, и представить, кем доказать. Но, видимо, не к чему уже совсем было придраться. Решили пожаловаться на это. Так вот, я могу сказать точно совершенно, только в результате того, что вас было много, что вы приходили на митинги, что вы собрали огромное число подписей, больше 30 тысяч, что вы не отступали, что вы настаивали на своем, что оказывалось огромное давление на депутатов, на городскую администрацию. Мы добились победы. Я помню, как два года назад мне удалось сюда привезти на встречу жителей, в чередчайший случай, вице-губернатора Марата Аганесяна, который до этого, в общем, говорил, да пусть строят, ничего страшного, надо, пусть будет церковь, подумаешь, там какой-то парк. Когда он приехал сюда, и собралось 500 человек, которые быстро и популярно объяснили вице-губернатору, что они хотят, он почесал затык и сказал, Боря, знаешь, пожалуй, все-таки не надо тут строить. Вот я вот теперь понял. Так вот, никакие депутаты, никакие отдельные политики, никакие отдельные партии ничего бы не сделали без вас, без вашей поддержки. Вот жители этого района спасли парк Малиновка, за что им от меня огромный поклон, потому что очень мало таких мест на карте нашего города. И вот только так мы можем добиваться сохранения своей комфортной окружающей среды. Только так мы можем настаивать на своем, на своих правах. Вот Яблоко идет на эти выборы с очень простым лозунгом «Европейский путь Петербурга». Вот европейский город – это город, в котором мнение жителей главное. Европейский город, в котором нельзя застроить парк, если жители этого не хотят. Вот мы за такой европейский город, и надеюсь, что общими усилиями мы этого добьемся. Я хочу сказать отдельное спасибо Дмитрию Сукрову, который организовал эту встречу. Он был тоже одним из защитников парка Малиновка. Вот я могу сказать точно, что я ручаюсь за него, как за будущего депутата законодательного собрания. Я ручаюсь, что он достоин вашего доверия. Он будет гораздо лучше представлять ваши интересы, чем нынешний депутат законодательного собрания от этой территории, господин Кущак, который не видел ни на одном митинге, который голосовал против всех поправок, защищающих парк Малиновка. Но теперь, как говорят, тут рассказываешь, что это он, оказывается, тут чего-то добился и чего-то спас. Вот врать нехорошо. Вот Дмитрий, я знаю, не первый год. Он точно не врет. Он точно не будет ни врать, ни воровать, будучи в законодательном собрании. Я вас прошу его поддержать на выборах. Это нужно нам всем. Вот нам нужны такие депутаты в законодательном собрании. Спасибо. Спасибо.